Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем после некоторого технического перерыва наш курс «Хочу знать Мишну». Мы изучаем Мишну, составную часть Талмуда, первую историческую, Мишну Брахот, благословение, и находимся мы сейчас в седьмой главе. И чат мой видно, да? В чате я поставил две ссылки. Перевод Мишну на русский язык и текст. Да, все видно. Прекрасно, так. Ну, приступим. Немножко, может быть, повторим. Так, как бы мне это сделать, чтобы мне было лучше видно. Хорошо. Так, глава восьмая, но давайте повторим Мишну номер шесть. Я зачитаю по-русски. Не произносит благословение ни над светильником, ни над благовониями неевреев, также ни над светильником, ни над благовониями, используемыми для нужд мертвых, и также ни над светильником, ни над благовониями, которые находятся перед идолами. Идолами. Не произносит благословение над светильником, прежде чем воспользуется его светом. Свет от светильника нееврея запрещен потому, объясняет Гемораж, что светильник этот в субботу работал. Спрашивается, есть ли такое представление, что должен отдыхать не только человек, не только скот, но и предметы? Кроме того, мы с вами знаем, что неевреям отдых в субботу вовсе не заповедан. Но Раши объясняет, что имеется в виду, что нееврей при свете этого светильника совершал работу в субботу, ту работу, которая запрещена для еврея. Есть еще одно объяснение, что светильник этот был зажжен в субботу. Скорее всего, так оно и было. Маловероятно, что он горит с прошлой пятницы. Благовоние неевреев Объясняет Гемораж, что имеется в виду благовония, которыми услаждали себя участники совместной трапезы. А в случае неевреев есть большое опасение, что трапеза – это имело отношение к какому-то языческому культу. Поэтому нееврей эти благовония не должен нюхать и, соответственно, говорить благословение. Теперь, Рамбам, Рави Моша бен Маймон, объясняет и тот, и другой запрет светильника неевреев и благовония неевреев по одной и той же причине. Это используется на трапезе в честь идолов. И светильник, и благовония принадлежат, относятся к языческому культу и, соответственно, для евреев запрещены. Далее. Что такое над светильником и над благовониями, используемыми для нужд мертвых? Для того, что светильник, о котором говорится в Мишне, нужен не для того, чтобы пользоваться светом, а как выражение почета, оказываемого покойнику. Соответственно, благовония служат не для того, чтобы был приятный запах, а для того, чтобы заглушить неприятный запах, который исходит от мертвого тела. Понятное дело, что следующий момент. Светильник и благовония, которые непосредственно посвящены идолам, они тоже запрещены. Далее. Следующая часть нашей Мишны. Благословение над светильником произносят только тогда, когда воспользуются его светом. Что это значит? Значит, покуда человек не имеет возможности использовать свет, то есть он находится далеко от него, он не говорит благословение. То есть мы должны сделать так, чтобы благословению непосредственно следовало действие, на которое это благословение произносится. Если человек говорит благословение, находясь в одном помещении, а светильник в этот момент находится в другом помещении, он предполагает перейти из одного места в другое, это, конечно, перерыв. Это пауза, которой быть не должно. А что такое близко? Когда, в какой момент человек может произнести благословение? Геморраг говорит, когда человек может приблизиться к светильнику, когда человек близок к светильнику настолько, чтобы при его свете можно было отличить монеты одной страны от монет другой страны. Но мы с вами знаем, что обычно после произнесения благословения, как мы пользуемся этим светом, мы в свете этого светильника рассматриваем ногти. Более точно есть два мнения, мы следуем обоим из них. Мы должны увидеть отцвет светильника в ногтях человека. И другое объяснение мы должны увидеть на ладони человека тень от кончиков его пальцев. Поэтому руку держит вот так. Почему именно ногти? Потому что они всегда под рукой. Робейну Иона пишет, что ногти используются потому, что представляют собой такое средство практического использования светильника, которое человек всегда имеет при себе. Можно начать неделю с доброго знака, как ногти непрерывно растут, а рост и увеличение – это всегда знак брахи благословения. Робейну Ашер говорит, что мы должны увидеть отличие ногтя от кожи. Это то же самое, что различить монеты разных стран. То есть тут нужно достаточно приличное освещение. Талмуд Ярушалми находит для этого закона такое основание, не произносит благословение от светильника, прежде чем воспользуется его светом, в письменной торе. Потому что как только Тора говорит, и увидел Бог, что свет хорош, следует, и отделил Бог, что отделил Бог, свет от мрака. Отделение Авдала, это и отделение между субботой и буднями, производится после того, как свет будет использован во благо человека. Итак, когда мы на практике делаем Авдалу, мы в этой Авдале произносим какие благословения? Дальше Борей Преагафен, дальше Борей Минейб Самим, благословение на благовоние, и Борей Меорей Аэш, создавший разные источники цвета. Это была шестая мишна. Давайте я взгляну, есть ли у меня что-то объяснить вам из шестой мишны. Ну, давайте вот так. Значит, вот некое слово. Так, 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 ага, вот это урок к следующей мишне относится. Я поставлю вам в чат. Где мне его взять? Так, вот он. Вот слово, которое есть у нас в тексте шестой мишны. Ну, давайте посмотрим. И вот она шестая мишна. Эйн мэ вархин, не благословляют. Ло аль анэр, не на светильник. Вэ ло аль хаб самим, не на благовоние. Шэль нохрим. Нохри, это имеется в виду, конечно, язычник. Так, идол поклонник. Вэ ло аль ханэр, вэ ло аль хаб самим, шэль мэйтим. Не на светильник, не на благовоние мертвых. Вэ ло аль ханэр, вэ ло аль хаб самим. Шэль фней, а вода зара. Не на светильник, не на благовоние, который перед идолослужением. И вторая часть нашей мишны. Эйн мэ вархин, извините, мэ вархин. Аль ханэр, ад, шэ, е, о, ту, лэ оро. Е, а, ту. Здесь дан перевод воспользуется. Так. Воспользуется, но происходит это от слова яэ. То есть, ну, это слово мы помним из песенки в пасхальном сейдере. Ки-ло наэ, ки-ло я-э. Ибо ему это подстать, ему это как раз. Вот так. Так, продолжаем. Следующая мишна. Мишна, параграф номер 7. Вот она. Так, давайте начнем с юридского текста. Мишна, заин. Ми шеахаль ве шахах, ве лоберех. Тот, кто поел и забыл шахах, ве лоберех и не благословил. Снова я напомню вам, что речь идет о Биркат Амазон, о полной застольной молитве. Осет рапезы с хлебом. Он не прочитал Биркат Амазон, потому что забыл. Он закончил трапезу. Ну, мы сейчас выясним, к чему это говорится. Бейт Шамай омрим, я хазор лим куму виварех. Бейт Шамай, ученики Шамая. Говорят, пусть он вернется на место свое и там благословит. Если он с этого места ушел, пусть вернется. Увейт Шамай омрим, я варех ба маком ше низгар. Ученики Гилеля говорят, пусть он благословит в том месте, где он вспомнил об этом. До какого времени он благословляет? Ад, где ше ит Акель, Амазон, шебе мей ав. Пока не переварится пища во внутренностях его, в его кишках, в его желудке. Давайте посмотрим перевод. Если человек поел и забыл прочитать благословение после еды, Школа Шамая говорит, он должен вернуться на место и прочитать благословение. Школа Гилеля говорит, пусть прочитает благословение на том месте, где вспомнил. До каких пор он может прочитать благословение, пока пища эта еще не переварилась в его желудке. Натан, как бы мне сделать, чтобы я видел то, что все видят на экране? Что-то я не могу понять, может, я что-то забыл. Я вот вижу тебя. А что на экране? На экране мы видим то, что ты шеришь. То есть текст на русском языке в данный момент, да? Понятно. Ну, хорошо. Ну, ладно, я почему-то не вижу себя. Что-то я должен сделать. Тебя не видишь или текст не видишь? Я вижу тебя, я не вижу себя, а текст я вижу, поскольку он у меня просто открыт на экране. На этом экране маленькое окошечко, в котором я вижу тебя в кабинете. Сейчас я попробую еще раз. Я делаю шер экрана. Нет, ничего не изменилось. Бил мод. Ну, может быть, это не так уж важно, но просто так я привык к тому, как было. Так, объяснение, объяснение нашего параграфа. Что такое благословение после еды? Мы разбирали с вами в предыдущих занятиях, как оно построено, какие в нем есть благословения. Вот, откуда это пошло. Вот, имеется в виду Беркат Амазон. Но Рамбам говорит, что те же самые законы относятся и к благословению, которое называется Мейншалош, тройное благословение, которое читает еврей после продуктов мучных, даже если это, которые не являются хлебом, печенье, например, или макароны. Так, после вина и виноградного сока и после плодов, которыми славится земля Израиля. Так вот, благословение после еды должно произноситься на том месте, где человек ел. Но если человек ушел с этого места, забыв произнести благословение, здесь расходятся школа Шамая и школа Гелеля. Школа Шамая говорит, должен вернуться на то место, где ел, и прочитать там благословение после еды, которую там ел. Школа Гелеля говорит, если он ушел оттуда и слишком хлопотно ему возвращаться, он может прочитать там, где он вспомнил. Приходит Гемора, Гемора объясняет, уточняет, что расхождение относится к тому случаю, когда человек сделал это нечаянно. Он не должен это планировать. Он не должен заранее рассчитывать на то, что он поест в одном месте, а благословить, благословлять будет в другом месте. Нарочно он это делать не должен. Если он это сделал, он таки да, в любом случае, должен вернуться. Гемора цитирует Брайту. Брайта, я напомню вам, это те Мишнают, которые не вошли в редакцию Мишны Раби Иуда Анаси. Брайта рассказывает, что между представителями школы Елели и школы Шамая был такой разговор. Елельцы говорят шамайцам, а если человек ел на верхней этаже башни и спустился вниз, забыв благословить, он должен снова подниматься на самый верх башни, чтобы благословить, школа Шамая говорит, а как по-вашему, если он там забыл свой кошелек на верхнем этаже, разве он не вернется, если он делает это так ради собственной выгоды, тем более должен он так делать ради служения Всевышнему. Рассказывает историю, что некий человек совершенно случайно забыл об этом, забыл о том, что он не благословил и ушел с этого места. И вот вспомнил он эту Мишну, и, конечно, поскольку Аллаха у нас идет по Елелию, а не по Шамаю, он имел право, возможность благословить там, где он вспомнил об этом, но все же он впечатлился объяснениями учеников Шамая и вернулся на то место, где он ел, и там он нашел какие-то деньги. Вот, делайте вывод сами. Так, до каких пор этот человек, который ушел, забыв прочитать благословение, может его прочитать? Дело в том, что если он поел и прошло, допустим, ну что вам сказать, допустим, он поел утром, так, не прочитал благословение и вспомнил об этом только вечером, есть ли предел времени, после которого он уже не может исправить свое упущение? Весна говорит, пока пища эта еще не переварилась в его желудке. Если она уже переварилась, и только после этого он вспомнил, он уже не читает благословение. Как это определить? Как может человек знать, переварилась пища, съеденная им или нет? Гемора определяет эту продолжительность времени так, все время, пока он не проголодался вновь. Если он проголодался, признак того, что съеденная пища уже переварена в его желудке. Говорит Рабейну Йона, что забытое благословение не произносится, если человек проголодался раньше. То есть он чувствует, что пища еще не переварилась, тем не менее он проголодался. Если так, то он уже не должен читать Беркад Амазон, время упущено. Итак, одну минуточку. Давайте посмотрим слова, которые есть у нас к этой мишне. Ну, тут, собственно, одно слово. Как называется пищеварительная система человека на иврите? Она называется марехет и куль. Е-ак-эль, гид-ак-эль. Вот оно, это слово, что означает перевариваться. Переваривать пищу, ле-ак-эль. Е-ит-ак-эль, переваривать пища. Так. Это была наша мишна под номером 7. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу. Пока вопросов я не вижу. Продолжаем. Переходим к мишне номер 8. Вот, которая в нашей главе... Прошу извинения, в нашей главе последняя. Так, мишна 8. Балагем яин, ле-ахар амазон. Пришло к ним вино, яин, вот оно, вино. После пищи. Ве-эйн шам, эйла ото-акос. И нет там, кроме как того же самого стакана. Сосуда для вина. Байт шамай умрим, мэ-варэх аля-я-йн, ва-ахар-ках мэ-варэх аля-мазон. Байт шамай говорит, сначала благославляет, на вино, а потом на пищу. У байт гилэль умрим, мэ-варэх аля-мазон, ва-ахар-ках мэ-варэх аля-я-йн. Сначала он говорит благословение на пищу, а потом на вино. О ним, амейн, ахар, исаэль, амаварех. Отвечают слово амен. Мы с вами, по-моему, разбирали, что означает это слово. Я говорю амен на чужое благословение, это значит, что я присоединяюсь к нему. Я выражаю, что это истина. Ве эйн о ним амен, и не говорят амен, ахар, а кути, кто такой кути, не говорят амен после благословения сказанного кути, амаварех. Ад шейшма коль абраха, покуда не услышат все благословение от этого кути. Так, только после того, как услышали благословение целиком, да, если услышали только часть благословения, то они отвечают амен. Так, смотрим. Если вино пришло на стол после окончания трапезы, и нет там другого кубка вина, кроме этого самого, школа Шамая говорит, сначала произносит благословение над вином, а потом читает благословение после еды. Школа Жалеля говорит, сначала читает благословение после еды, а затем произносит благословение над вином. Вторая часть. Отвечает амен на благословение, произнесенное евреем, но не отвечает амен на благословение, которое произносит кути, до тех пор, пока не услышат все благословение целиком. Гилель и Шамай по-прежнему спорят. О чем они спорят? Должно ли благословение после еды произноситься над кубком вина или нет? Мы знаем, что благословение после еды. Иногда, ну я вам скажу, в особо торжественных случаях, например, когда собрался миньян, как минимум 10 взрослых евреев-мужчин, которые участвовали в трапезе, которые ели за одним столом, или трапеза по случаю исполнения какой-то митцвы, например, обрезание или трапеза на свадьбе. Обычно тот, кто ведет благословение, хаммезамен, приглашающий других, прочитает благословение, он берет кубок вина и во время чтения держит его в правой руке. Но так делается не всегда. Когда это надо делать? Посмотрим. Гемора приводит Брайту, то есть дополнительные мишны йоты, из которых следует, что Шамай считает, что благословение после еды должно читаться над кубком вина. Но ведь в нашей мишне говорится, что школа Шамая вовсе этого не требует. Давайте посмотрим. Школа Шамая говорит, произносит благословение над вином, потом читает благословение после еды. Так? Благословение над вином, это значит, что вино выпивается, значит, благословение после еды произносится уже без вина. Как это понять? Есть некоторое противоречие. Вот Гемора разъясняет его так. Относительно точки зрения Школы Шамая, некоторые комментаторы говорят, что Школа Шамая требует кубка вина для прочтения благословения после еды, но в нашей мишне говорится, что Школа Шамая не требует, поэтому точно мы сказать не можем. Так. Разбираем наш текст. Если вино пришло на стол, то есть на стол был подан кубок вина, после окончания трапезы, то есть когда уже все, что хотели, съели, все насытились, и собираются читать Беркат Амазон, и вот кроме этого кубка вина, другого вина нет. Так. В этом случае шамайцы говорят, если хотят сначала произносить благословение над вином и пьют это вино, а потом читают благословение после еды. То есть Школа Шамая считает вполне допустимым, что благословение после еды не читается на кубок вина, читается без всякого вина. Школа Иллия говорит, сначала читая благословение после еды, а потом произносит благословение над вином. То есть чтение благословения после еды должно произведиться над кубком вина, а когда оно дочитано, тогда уже говорят благословение над вином и его пьют. Так. Виленский Гаун. Гаун Вильна. По Талмуду Иерушалме объясняет, что прочтение благословения после еды, таки да, должно произноситься над кубком вина. В чем же разногласие? Порядок благословений. Школа Шамая говорит, что сначала говорится благословение, творящий плод виноградной лозы, потом благословение после еды. Школа Елеля. Читает, что сначала Беркат Амазон, а потом благословение над вином. Если вино было подано на стол в середине трапезы и было произнесено над ним соответствующее благословение, или вино пили после еды, но перед Беркат Амазон, в этих случаях не нужно произносить благословение над кубком вина, над которым читается благословение после еды. То есть вопрос, считается ли, что это вино входит в трапезу. Но если во время трапезы мы не пили вина, и кубок появился на столе только перед Беркат Амазон, не для самого вина, не для питья во время трапезы, извините, а именно для Беркат Амазон, то тогда говорится благословение «горячий плод виноградной лозы». Борей при Агафе. Школа Шамая считает, что это благословение произносят, а потом читает благословение после еды. Школа Елеевича считает, что сначала читает благословение после еды, потом говорят благословение на вино, и тогда уже вино выпивают. Вот в чем считается разница по объяснению Беркат Амазону. Следующая часть нашей Мишны. Отвечают «Амэн» на благословение, произнесенное евреем. Даже в том случае, если слышали только конец благословения. Конец благословения, так, например, не слышно начало, а слышно только «борей при Агафе». Так. Но если это благословение произносит «кути», в этом случае им не говорят, не отвечают «амэн». Теперь, кто такой «кути»? По названию города Кут, из которого они были переселены, мы называем их самаритяне, шомрунин. Название «самаритяне» происходит от Самарии, шомрун, шомрунин, поскольку в основном они были расселены по Самарии, там они живут до сих пор. Самаритяне, эта история относится к давним временам. Значит, самаритяне генетически не евреи. Сами они, правда, имеют несколько другую версию происхождения, они говорят, что произошли от иудейских племен, а не их потомки. Но Талмуд приводит историю, что царь Ашура Ассирии что он сделал? Он переселил евреев, вытелил евреев со своей земли, но, чтобы земля не пустовала, заселил туда другие народы. В основном, из нескольких городов, главным из которых был город под названием Кут, поэтому он называется Кутим. И вот, заселившись, поселившись на земле евреев, пишут вот эти новые жители письмо ассирийскому царю о том, что им очень тяжело жить на этом месте, они страдают от набегов диких зверей. В качестве примера назвали они львов. Спрашивает их ассирийский царь, но ведь до вас тут жили евреи, почему же они смогли здесь нормально жить? Очевидно, говорят самаритяне, они евреи молились своему богу, и он защищал их от львов. Тогда и вы, говорит ассирийский царь, молитесь еврейскому богу, пусть он защищает и вас. Резонно и логично, но хорошо это было или нет? Ассирийский царь, кроме того, что он дал им такой полезный совет, он еще и прислал им несколько семей коэнов, священнослужителей, которые должны были по его приказу обучать вот этих народы, обучать их еврейской торе. Так? Что же произошло с этими народами? Они прошли ги-юр, но ги-юр несколько сомнительный. Талмуд называет это ги-юр ара-йот, то есть ги-юр львины, ги-юр из страха перед львами. Напомню вам, что одним из условий принятия человека в еврейский народ является полное отсутствие какой-то побочной мотивации. В данном случае мотивация налицо. Для чего они приняли ги-юр, для чего они стали молиться еврейскому богу и, соответственно, читать Тору? Для того, чтобы бог защитил их от великих еврей, от львов. Интересно, что Тору они приняли и соблюдали ее весьма строго, даже некоторые заповеди чрезвычайно строго, но все же есть сомнения в том, не осталось ли у них каких-то обычаев идолопоклонства. Есть свидетельство о том, что какие-то идолы были у них впоследствии найдены. Теперь мы возвращаемся к тексту нашей Мишны. Что мы видим? Что если я слышу только конец благословения произносимого вот этим Кути, еще раз, они считаются евреями, но не совсем. Генетически они не евреи, а их Гиур не совсем Гиур, потому что был он сделан, как мы выяснили, с некой побочной мотивацией. Так вот, есть сомнение, правильное ли благословение, говорит этот Кути. Дело в том, что подозревают их на то, что вместо имени Всевышнего называли они имя своей горы, гора Горизим. Мы помним, что в книге Дворим упоминается эти две горы, на одной зачитывались благословения на другое проклятие. Так вот, на горе Горизим был самаритянами построен храм. Храм чем-то повторяющий Иерусалимский храм. И самаритяне утверждают, что этот храм и храм и был самым настоящим. Поэтому они переписали текст под свою давность. Был период, когда храмы существовали параллельно и были войны между самаритянами и евреями. Их храм тоже был разрушен. Никто не мешает им сейчас построить их храм. Но сами самаритяне говорят, нет, мы никуда не спешим. Мы ждем Машееха, когда Машеех придет, тогда храм и будет построен. А сейчас смысла нет. Интересно, что самаритяне сохранили жертвоприношение, в частности пасхальное. Самаритян сейчас во всем мире насчитывается примерно 630 человек. К моменту образования государства Израиль их было менее 200. Живут они компактно в городе Шхем в Самарии. Выглядят они как арабы, разговорный язык у них арабский, но при этом они читают Тору на иврите, Тору, записанную шрифтом, похожим на древний шрифт, который мы можем видеть, например, на израильской монетке в один шекель. там есть несколько букв, которые образуют слово Игуд, Иудея. Шрифт у них весьма такой любопытный. Текст Торы самаритянской отличается во многих местах от текста Торы еврейской. Естественно, как во всех таких случаях, самаритяне считают себя истинными евреями, а всех остальных откалистами. И свою Тору считают истинной, а святую Тору, которой пользуемся мы, считают они ошибочной. Но слышал я такой пример из лекции про коды в Торе. Что такое коды в Торе и каково их народно-хозяйственное значение, сейчас я рассказывать не буду. Но факт тот, что этот текст, текст Торы, я имею ввиду нашу Тору, Тору, которой мы пользуемся, содержит огромное, просто совершенно невероятное количество внутренних кодов, которые с помощью, допустим, компьютерной обработки текста можно выявить и дают они иногда весьма интересные результаты. Никакой другой текст такого количества кодов не дает. то есть текст похожий дает количество вот таких кодов примерно в сотню раз меньше. Хорошо, может быть, это специфика текста. И вот исследователи математики решили найти текст как можно более близкий к Торе, но не совпадающий с ней. И вот в качестве такового они взяли Тору самаритянскую. Какие-то отрывки там добавлены, какие-то сокращены, некоторые слова, одни слова заменены другими, например, вставлена туда гора Герезим, но отрывки очень близки, многие отрывки просто вот текстуально полностью повторяются. И вот когда попробовали теми же методами компьютерными исследовать Тору самарийскую, количество кодов упало примерно на порядок, то есть стало меньше их в десятки раз. Не в сотни, как, например, текст «Войны и мира» на иврите, но в десятки раз. Это, конечно, мало что доказывает, но все-таки наводит на мысль, что самаритяне не правы, хотя, в общем-то, мы это знаем не только благодаря компьютерному исследованию Торы. Итак, «Амейн» мы отвечаем на благословение, произнесенное евреем, даже если мы слышим его частично, но не отвечаем «Амейн» на благословение, произнесенное кути, поскольку возможно именно то, что он сказал тихо или по какой-то другой причине мы не расслышали, не соответствует нашему тексту, а является, если можно использовать такой термин, ересью. Так, это была последняя мишна нашей главы, главы восьмой. Ну что же, время у нас позволяет, и мы с Божьей помощью начнем следующую главу. Следующая глава девятая, это последняя глава нашей мишны. В этой главе всего-навсего пять параграфов. Тема этой главы немного другая, тем не менее, она тоже занимается чем? Благословением. Так, здесь я тоже переведу. Так, переведу на Эрек Элу. Так, вот наша мишна. минуточку, нет, 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 это немножечко не то. Вот тут мы должны быть похожи. видно текст? Видно. Я надеюсь, видно текст, да? Почему-то я тут не вижу огласовок, но мы с вами прочитаем и без них. Так? Да, видно, но огласовка да-да-да, вот здесь. Так, хорошо, я поставлю вам вот эту ссылку в чат. так или не так? Наверное, так, да. Да, вот это глава девятая. Так, смотрим, мишна алиф. ха-руэ-маком, тот, кто видит место, ше-на-асу бо нисим ла-исраэль. На-асу от слова осе, осе это делать, на-асу были сделаны. Бо в нем, то есть в этом месте. Нисим от слова нес, нес это чудо, кроме того, слово нес еще означает знамя, вымпел, нисим ла-исраэль. Тот, кто видит место, в котором были сделаны чудеса для еврейского народа, Омер говорит, Барухше асан и сим ла-авутейну ба-маком хазе. Благословен. Что сделал чудеса нашим отцам ла-авутейну ба-маком хазе на месте этом. Маком ше на-а на-экраме мену а-вуда зара. Место из которого было выкорчевано идолослужение не-экра акар вот он корень этого слова да, мимену из него из этого места а-вуда зара буквально чужая чуждая работа чуждае служение если человек видит место где было допустим языческое катыще человек этот благословляет омер барух ше акар а вот дазара мэ арцейну благословен тот кто удаляет из доза служения чужду работу с нашей из нашей страны так ну судя по всему имеется ввиду эрц израиль мэ арцейну так видящее место на котором произошли чудеса ради народа израиля говорит благословен совершивший чудеса ради предков наших на этом месте видящее место на котором прошу прощения уничтожено поклонение идолам говорит благословен искоренивший идолопоклонство в нашей стране так посмотрим что это за места места на котором произвести чудеса ради народа Израиля. Например, место, где Израиль по суху перешел через море Ям-Цуф, выходя из Египта. Ну, есть несколько мнений, что это за место конкретно. Или место перехода Израиля через реку Ярден под приводительством Иушуа-Бен-Нуна. Это место, кстати говоря, находится недалеко от города Шехем, который мы упоминали в прошлой Мишне в связи с Кутим, с самаритянами. Эти места, все эти места мы можем посмотреть в Барайте, в Брахот, в Талмуде. Вот она. Вот сноска. Произносит благословение. Благословен ты Господь Бог наш Царь Вселенный, совершивший чудеса ради наших предков на этом месте. Почему? Он говорит это благословение на основании чего? Есть рассказ о том, как Итро пришел к своему дятю Моше и благословил он Всевышнего и сказал, благословен Бог, спасший вас от руки Египта и от руки фараона. Так. Мы знаем, что есть благословение, которое сейчас произносит тот, кто спасся от опасности. Немножко позже мы к этой теме вернемся. Видящее место в стране Израиля, на котором уничтожено поклонение идолам. Говорит, произносит благословение, благословен это Господь Бог наш, Царь Вселенный и искоренивший идолопоклонство в нашей стране. Брайта там же говорит, так как идолопоклонство было уничтожено на этом месте, таким же образом будет оно уничтожено во всех местах, где живет Израиль, еврейский народ, и обратись от сослужителей идолам на служение тебе. Подчеркиваю, что мы не просим Всевышнего идолопоклонников наказать. Если они заслуживают наказания, Всевышний знает это сам. Мы просим искоренить идолопоклонство с тем, чтобы люди, которые заблуждались, которые служили идолам, поняли свою ошибку и повернулись на служение Всевышнему благословенно имя его. Хорошо. Если человек видит место, где идолопоклонство было на земле Израиля и было искоренено, он говорит благословение с вот этим словом в земле нашей. А если он видит место аналогичное за пределами Эрицесаэль, тогда он говорит благословение благословен искоренивший идолопоклонство на этом месте. И продолжает он согласно Брайте теми же словами. То есть выражает надежду, что идолопоклонство полностью будет уничтожено и служители идолам, те, кто служили идолам, поймут свое заблуждение и повернутся ко Всевышнему. Так, замечательно. Мы успеваем еще как минимум одну Мишну пройти. Мишна бет. Второй параграф последней нашей девятой главы. так. Аль-га зикин ве-аль-га зоот ве-аль-га бераким ве-аль-га реймим ве-аль-га рухот омер барух ше кохо мале олам Что это за явление? Мы с вами сейчас посмотрим по переводу. Так, имеется ввиду необычные редкие хотя может быть и не такие уж редкие явления природы но явления демонстрирующие мощь Всевышнего и что говорит человек свидетель этого благословен ше кохо от слова коах сила что сила его благословен Всевышний что сила его мале олам наполняет мир мы говорим сейчас чуть-чуть по-другому в седуре добавлено одно слово ше кохо угвура то что сила его и мужество его мале олам наполняют вселенную аль эхарим гар это гора при виде высоких действительно высоких мощных гор вэаль гва от холмы и на холмы вэаль га яммим от слова ям моря вэаль га негарот и реки вэаль га мидбарот мидбар пустыня омэр говорит еврей барух осе ма осе баришит благословен делающий творение баришит ну баришит мы знаем с вами баришит марайлу кима ташмаем бета арец как перевести масе баришит первоначальное творение так мы сейчас увидим какую какой перевод нам дается раби иуда омэр говорит раби иуда ха ро э а ям а доль тот кто видит великое море что это имеется ввиду посмотрим омэр барух ше аса это ям а доль благословен что сделал великое море благословен тот кто сделал море великое бизман шеро ото лиф раким когда видит его изредка аль гаг шаммим нешем дождик ве аль бессорот то вот бессорот то вот хорошее известие хорошие новости да омэр говорит человек услышав хорошие вести барух готов ве аммей тив кто такой то хороший так что такое мей тив тот кто делает хорошо благословен тот кто добр и творит добро ве аль шму от раот а на вести раот плохие омер как говорит барух даян аэммет благословен судья праведный барух даян аэммет так мишна номер параграф номер два при виде кометы зиким при землетрясении раадат адам когда видит молнию барак когда слышит гром во время бури говорит благословение благословен ты всевышний бог наш царь вселенной силы и могущества которого наполняют мир когда он видит горы холмы моря при виде гор холмов морей рек пустыни говорят благословен творящий мироздание раб motivated говорит видящий великое море говорит благословен создавший великое море при условии что видит его лишь время от времени при дожде при получении добрых вестей говорят благословен добрый и творящий добро а слышат дурные слухи говорят благословен судья истинно справедливый мы продолжаем перечислять благословение Мы вроде бы исчерпали тему благословения после благословения, связанной с едой и питьем, до этого и после этого, разные варианты, так, и о том, как читается Биркот Амазон, и переходим к различным благословениям, в частности, к тем, которые называются Биркот Ары Ия, благословения на увиденное, ну и Шмия на услышанное. При виде кометы, при землетрясении, видя молнии, слыша гром, во время бури говорят, произносят благословение, благословенный Господь Бог наш со Вселенной, шекохо угворато малеолам, или как приводит нам текст Мишна, шекохо малеолам, так, сила и могущество, сила и могущество, которое он наполняет мир. Гемара говорит, что тот, кто непосредственно видит это, может произнести благословение, благословен творящий мироздание. Ну, на самом деле, сейчас мы делаем так, благословение, шекохо угворато малеолам, мы произносим, слыша гром, если мы при этом видим молнию, мы говорим творящий мироздание. Так, осе, маосе, берешит. Надо быть уверенным, что ты видел именно молнию, а не, допустим, где-то зажегся свет. Значит, нужно ли при этом видеть саму молнию, или достаточно увидеть, как при свете молнии, допустим, если разряд оказался сзади, но свет от молнии осветил, допустим, здание, дома и пейзаж. Значит, вроде бы, для того, чтобы быть уверенным, что это именно молния, достаточно увидеть вспышку и услышать гром. Гром. Известно, что гром всегда по отношению к молнии запаздывает. Так? Поэтому, значит, дождавшись грома, уже можно произнести благословение и на молнию тоже. При виде гор, холмов, море и рек пусты, имеется в виду, таких, которые действительно впечатляют, то есть показывают силу и мощь Всевышнего. Ну, один раз в тридцать дней, так утверждает Рамбам, не чаще, чем раз в месяц. Говорят, произносит это благословение, благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенный, творящий мироздание. Человек, который видит это, может сказать и благословение силы и могущества, которого наполняет мир, поскольку эти явления... Так, а не может он произнести это благословение, поскольку это, можно сказать, в этом месте, но не в других местах, объясняет Раши и объясняет Раби Овадья из Бартануры. Так? Почему один раз в тридцать дней? Считается, что за тридцать дней впечатление как бы сглаживается. И вот тут получается такая несколько парадоксальная ситуация, что человек, живущий на берегу моря, который видит это море каждый день, он не произносит благословение, а тот, кто приехал к нему в гости, допустим, раз в год и видит море, он, да, произносит благословение. Что это за море? Точнее, в отношении слов Раби Иуды, который говорит, видящий великое море. Что это за море, которое называется Великим, какое имеется в виду море? Есть мнение, что это Средиземное море, которое омывает с запада берега страны Израиля, и даже если видит его человек из другого места, он читает это благословение. Благословение море – это великое именно потому, что имеет оно отношение к земле Израиля. Но есть мнение, что великое море – это именно океан, это мировой океан. Произносит благословение «Благословен ты, Господь, Бог наш Вселенный, создавший великое море». Раша говорит, что имеет в виду Раби Иуда. Море – это великое ввиду своей исключительности, поэтому удостоено оно отдельного специального благословения. И вот раз в 30 дней это благословение может человек прочитать. Но вот здесь мы, пожалуй, остановимся, потому что время подошло заканчивать наше занятие. Я надеюсь, с Божьей помощью, через неделю мы закончим с вами эту главу и, соответственно, всю Мишну под названием «Брахот». Большое спасибо, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Спасибо всем присутствующим. Рад, что вы пришли. До свидания. До новых встреч. А вообще, не было практики, или была ли такая практика создания, например, каких-то новых благословений? Скажем так, в процессе развития науки, там, я не знаю, макромиры, микромиры. В общем, открываются такие чудеса, на самом деле, которые раньше были неизвестны. Вот эти все, как бы, перечисленные, да, там, гром, молния. Ну, верно, верно. Ну, как бы, понятно, что по мере продвижения, скажем, такие вещи, как гром и молния, они, наверное, менее впечатляют, да, с точки зрения научной. А что, например, что имеется в виду? Какие-то микромиры, например, строение атома, что еще? Да, послушай, наверное, практически все из нас присутствуют на лекциях, когда выступают религиозные ученые, вот, и в какой-то момент говорят, что вот я видел такое, что это просто паразитно. То есть, как бы, объяснить это совершенно невозможно, понимаешь? Ну, я о новых благословениях не слышал в этом отношении, вот, хотя, в общем, реалии мира меняются. Например, одежда, которая упоминается наряду с золотыми и серебряными вещами, для нас это обыденность, потому что с изобретением ткацкого станка ткани стали гораздо менее ценными. А благословения, например, на новую одежду осталось, а на новую обувь нет. На новый автомобиль или на новый компьютер, которые человеку нужны, от которых он получает не только удовольствие, но и пользу, да, благословений нет. Вот, в принципе, я считаю, что, я полагаю, что человек может выразить благодарность Всевышнему своими словами, вот, и, ну, например, сказать, благословен Всевышний, который в мудрости своей позволил человеку создать вот такое чудо, либо Всевышний, который привел меня к моменту, когда я могу воспользоваться вот этим. Но поскольку сейчас органа подобного Сангедрину нет и установить это никто не может, как бы ни получилось так, что люди начнут путаться в тексте и случайно скажут что-то не то. Поэтому, на всякий случай, я думаю, что благословения такие не стоит создавать в образе и по подобию тех благословений, которые есть, не произносить их без имени Всевышнего, просто благословен тот, кто, имеется в виду, конечно, Всевышний, да? Космонавт, например, космонавт, который там долетает до Луны, предположим, да? То есть это что-то, что ее цеменок ладит совершенно. Да, который, например, видит Землю с высоты космической орбиты. Ну да, я думаю, что, например, израильские ученые, назвав вот этот космический ракет, практически чуть-чуть, они назвали ее Брешит, и я думаю, что тем самым они как бы выразили некоторый общий традиционный подход, все-таки назвав это Брешит, а не, не знаю, Салют, Мир, да здравствует коммунизм, либо еще что-то. Да, а, например, не Шмот или Брешит. Да, или не Бен-Гурион, не знаю, все-таки назвали Брешит, знаешь? Да, 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 согласен. Ну хорошо, замечательно. Паду, до новых встреч. Спасибо, спасибо всем. Спасибо, спасибо. Спасибо, пожалуйста, вопросы можно задавать либо в Телеграме, либо Илья будет участвовать, либо я буду ему пересылать, либо на следующем уроке, это, пожалуйста, как вам удобнее. А можете в Ютьюбе в виде комментариев к этим видео, это тоже дойдет до Илья. Окей. Ну хорошо, всем спасибо, до свидания, счастливо, пока. Все.